Мы на месте. Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в свой биополе на период сеанса? Накивает. Хорошо, посмотри визуально, что мешает сканированию. У нее голова, она прижата к шее и к плечу, и стоит какая-то конструкция, сдавливающая ее. Только на голове и на шее, или по всему телу? Нет, на голове только. И это в области даже больше рот, шея, вот эта вот часть. А внизу у нее как уплотнение идет обруч, и он вниз такой полностью, вокруг нее какое-то уплотнение плохо видно через нее, от талии ниже. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас конструкцию над головой Елены. Отключи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы и подключки. Полностью. И выведи это все из биополя. До 100%. Все выходит, отключается. У нее эта конструкция, как какая-то энцефалограмма на голове, то есть у нее подключено полностью к головным, каким-то точкам головного мозга. Я догадываюсь. Такие как иголочки. И вниз они идут полностью, стягивают рот, то есть там какой-то шар внутри, и дальше все это притянуто к плечу. У меня есть подозрение. Кто это есть, сейчас узнаем. Вышло сейчас все. Отправляю это в клетку-тюрьму. Этот обрыч, который уплотнение находится внизу от талии ниже, сканер, разрежь и выведи полностью из биополя. Ну, он таким уплотнением белым вышел. Ее не видно было снизу. И руки, если она отпускает, они тоже пропадают там где-то. Она как стирается снизу. И у нее болит все от поясницы и ниже. Если еще не болит, то будет. Да, уплотнение вышло. Отправляю это уплотнение в клетку-тюрьму. Обращаясь к Елене, как вы себя сейчас чувствуете? Легче? Она говорит, что как все тело сковало у нее. Она не чувствует вот это место, плечо, шея и ноги. Она начинает поднимать их и двигать. Хорошо. Сейчас будем разбираться. Как скованное она себя чувствовала. Сейчас найдем, кто это сделал. Итак, у нас эта конструкция, этот обруч находится. Даю команду скэнеру. На счетре скэнера сканирует пространство над головой Елены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Елены, находит все. От этой конструкции и этого уплотнения выстраиваются два канала к ответственным. И притягивает ответственных за эти подключки в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. На нее демон. Демон. Хорошо. Это его уплотнение внизу. Дальше лизард. Лизард. И гуманоид. И гуманоид. Ну вот теперь все срослось. Итак, какой у нас демон? 13. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Есть контракт. С этой жизнью или с прошлой? С этой. Как ты находишься в этом биополе, демон? Он ее наблюдает. В общем, знакомство, он говорит, произошло, когда ей было 8 лет. Ну как она 8 лет могла тебя осознанно призвать в свою жизнь? Объясни мне. Оттуда начались блоки у нее. У нее очень много разных блоков. Она сама себя блокирует во всем. А мой контракт сопутствует этому. Ты обманом его заключил или там был какой-то призыв к демону? Приди и помоги, демон. Давай на чистоту выкладывай, как есть, потому что... На чистоту и выкладываю. Много поступков, соответствующих моей чистоте. И так по времени ты можешь меня сориентировать, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Ну вот можешь и смотреть по моим оболочкам. 13 лет накопленных уплотнений. А какие условия контракта, которые ты с ней заключил? Что ты даешь, что ты получаешь? Жизненную энергию забираю. А что ты ей даешь? Поддерживаю ее блоки и страхи через ее же эгоизм. Очень интересная ситуация, Елена. Потому что практически вы являетесь причиной этой подключки, этого контракта. Я не знаю, сейчас будем разбираться. Лизар, сколько ты присуствуешь в этом биополе? 5 лет. Почти 6. Почти 6 лет. Гуманоид, откуда ты? С Уты. Ута. Хорошо. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? 13 лет. А что так связано с этой цифрой 13 лет? Я не пойму. Как демон и гуманоид пришли одновременно в один год? Или это было как-то связано? Или это не случайно? Вы связаны между собой, демон и гуманоид? Нет, абсолютно. Значит, это случайность. Хорошо. Скэнер, дай мне полноту души Елены на настоящий момент. 73. Вот так вот. Ну вот, это в принципе уже очень много объясняет. Гуманоид, где находятся остальные 27%? Ты уже отправлял их. Или это часть души находится в контракте демона еще? А как же не без этого? Сколько процентов демон на твоей чистоте находится в контракте? Из 27, которых не хватает. Сколько она вкладывает, сколько она выдает свой эгоизм, столько и забираю. 17% пока. Существенно. Это даже больше, наверное, чем гуманоид. Гуманоид остального у тебя находится? 10%? Да. Понятно. Ты отправлял копии уже? Или находится здесь в конструкции? Нет, есть копии. Все в копии находится? Или ты отправлял частички души в свой мир? Небольшой процент находится в конструкции, которой она доверяет через этот процент. Остальное находится в копии. Копия уже готова? Давно готова. И служит. И служит даже. А в каком мире она служит сейчас? Ты продал ее? Ящера. И ящеры интересуются такими биокопиями. Это верно. Ну что ж, здесь все понятно. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Елены. Спроцерат все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, демону, лизарду, гуманоиду. Выстраиваются также каналы конструкции и этому уплотнению, вот этому обручу и уплотнению на плече шеи. Правильно, да? У нас там было записал. Ну, даю команду тонкой копии. Уплотнение это как раз обруч. Обруч есть. Хорошо. Значит, к этому обручу и конструкции даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкооперационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Лизард, как ты менял ее состояние? То, что ты усиливал все в несколько раз, это мне понятно. В каких ситуациях ты включался? Какие-то действия были, как она их ощущала на физическом плане? Страх у нее, паника внутри, как холод шел. Это был от тебя страх или от воздействия других? Это было то, что я усиливаю. И ее блоки я перевожу в страх. Пытаюсь этой энергией страха. Какие ты блоки видишь конкретно в ее биополе, если ты на нее сейчас посмотришь? Как мне представить, что ты видишь своими глазами? Здесь много упущено в развитии. Он показывает, что у нее очень сильно перевес идет в сторону эгоизма. И для этого эгоизм объясняет, что это определенный образ жизни, ниже которого она не хочет жить. Она хочет жить еще лучше. Но этот выбор, который она делает каждый день, он строится именно на эгоизме, а не на понятие плохого и хорошего. Благодарю за эту информацию, она полезная была. Хорошо. Скажешь, как реверс закончится. Ну, эгоизм – это музыка в ушах демона 13-го, не так ли? Эгоизм, он показывает, этот эгоизм тоже построен на страхе. То есть она боится кого-то пустить в свою жизнь, но если впускает, то она извлекает из этого в свою пользу. Тогда это объясняет твое присутствие. Она хочет блага и выгоду, но не хочет никого рядом. И вот эти вибрации, они действуют на мужской пол. Ну что ж, Елена. Все выложено вашими руками. Это и есть в логе. Реверс закончился. И мне даже понятно сейчас присутствие демона. Хорошо. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Елена себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Гуманоид, а как объяснить эту конструкцию, которая была подключена, как для считывания вибраций мозга, которые ты установил в ней на голове? Здесь идет ограничение мысли. Все сводится к примитиву. То есть ты весь этот кругозор сужаешь до необходимого тебе ракурса? Именно так. Ну что ж, это тоже понятно. Еще один вопрос у меня ко всем, кроме Лизарда. Демон гуманоид, вы присутствуете в квартире, где живет Елена? Да, есть плата у гуманоида. Демон, конечно, присутствует. Портал открыт? У контракта. Это его место. Все понятно. Нет, если контракт есть, он не растворгнут. Намного было бы серьезнее, если бы контракта не было, и демон находился. Тогда бы ему пришлось отвечать. Если контракт заключен, это совсем другое уже. Реверс закончился. Начинаем с Лизарда. Лизард, выходи. Где ты сидел? Сердечная чакра. Горло. Сердце. Сердце. Вытаскивай из горла и сердца свое гнездо. Отключайся полностью, энергии забирай. Ничего не забывай, возвращайся назад. У него стоят такие, как пластины с двух сторон. Он их вытаскивает, начинается они от пупка и выше до горла. И ему нравится здесь присутствовать, она холодная, и это совпадает с ее температурой, она мерзнет. Ну да, они любят холод, это верно. Все снял. Это называется космический холод. Леденящий такой. Я один раз его ощутил. Идем дальше. Демон, твоя очередь. Выходи, снимай сначала все, что ты оставил на своей чистоте, отключайся полностью. Скажи мне, демон, где находятся лярвы в биополе Елены? С таким воздействием они должны были обязательно где-то находиться из-за темнения. На ней есть на голове. Да. И есть на плечах. И на плечах это как груз выглядит. Она как будто под прессом вот этого груза таскает. Но она откладывается, откладывается, откладывается. Понятно. Он все снял. Он все снял. Он сказал, где лярва находится? Голова и плечи, они вниз спускаются полностью, как накидка темной энергии. Ты хочешь получить эти лярвы? Хочет. Забирай. Забирай. Из-за темнения возвращайся назад. Готово. Хорошо. Гуманоид. На твоей частоте и частоте твоих подключек что-то осталось, что я не вытащил еще? Есть чипы в голове. Скэнер. Просканируй. Сейчас Елену на частоте гуманоида и его подключки. Найди эти чипы, выведи их из ее головы. Готово. Сворачивайте чипы в шар. Выстраивается прямой канал от Елены к шару. И она реверсом отдает все негативные патогены, что она от них получила. Пошел мощный поток назад. Но они как зажимы эти чипы. Идет энергия? Идет, да. Готово. Устанали фильтр с золотой сеточкой на этот канал и в порядке реверса. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращается назад. Есть. Копия у нас находится за пределами комнаты диагностики. И контракт у нас остался. Ну, давай начнем, наверное, тогда с контракта. Потому что рассинхронизацию мы в любом случае сделать не сможем по этой причине. Я обращаюсь к Елене. Елена, вы в курсе, что у вас заключен контракт с демоном? Этому контракту 13 лет. Нет, ничего не знаю. Вы хотите аннулировать этот контракт и вернуть часть своей души, которая заключена в этом контракте? И все свои энергии? Да, я хочу вернуть все, что мне принадлежит. Повторяйте за мной. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Елена взяла ответственность за сужение в свои руки и выразила это намерение. Я говорю вслух, я тонкая копия повторяет за мной. Я, а также всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Да, я из контракта. С демоном, да? Да. Хорошо, посмотри содержание контракта. Пошла информация. Она остается при своих желаниях, а демон забирает жизненную энергию, что он и делает. Шикарно. Кольцо за кольцом, он одевает на нее и сковывает ее. И она дала на это согласие, да? Пусть повторяет за мной. Внутри по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Энергия возвращается, она наполняется, становится теплой. Вибрации отнес, все другие идут. С каждым обручем становилось бы все меньше. Снежная королева, идет слово. Он из нее делал снежную королеву. Холодную ко всему. Понятно. Причем от всего этого она сама страдала. Условия контракта. Она остается при своих интересах. Да, закончился. Открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывая аннулированный контракт на переработку, а также выходят все отработанные контракты, договора и их фантомы. Все на переработку. Закрывая, печатаю и растворяю. Возвращаемся назад к рассинхронизации. И даю команду на рассинхронизацию Елены с демоном, лизардом, гуманоидом, а также всеми их артефактами. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Здесь информация идет. Во-первых, она говорит, что мое надо вернуть. То есть она услышала информацию, что где-то есть еще часть ее души, и она хочет вернуть свое. Она хочет до рассинхронизации это сделать? Нет, она просто не знает, что такое рассинхронизация, и она помнит, что где-то что-то ее есть, которое нужно вернуть. Мы это сделаем по плану в следующем шаге. Закончилось. Хорошо. Дальше мы точно не пройдем. Сканер, дай мне полноту души, Елена, на настоящий момент. 93. Вот, 7% как раз и не хватает. Елена, у вас также не хватает 7% души, которые гуманоид переслал, вернее, сделал копию из вас, из ваших энергий, из вашей частички души, и перепродал. Вы желаете вернуть часть своей души эти 7% назад? Да, я желаю вернуть все, что принадлежит мне. Выстраивается прямой канал от Елены к ее частичке души, где бы она ни находилась к этой копии. 1, 2, 3. Ставлю вере монитор. На мониторе появляется эта копия. Да, есть копия. И забираем из этой копии частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Елены находится мощным потоком, пошло назад до 100%. Да, будет так, а так и есть. Из этого места идет какое-то чувство, как презрение. То есть... Кто там кого презирает? Ящеры презирают. Нас? Человеческую. Расу. Цивилизацию за то, что они не ценят свою душу. И они как надсмехаются над этими копиями. Недочеловек. Хорошо. То, что вы не бережете. Понятно. Это не новая тема. Но это не все люди. Как видишь, некоторые могут. К ней вернулись частицы. Скеннер, дай мне полноту души Елены на настоящий момент. 100%. Отлично. Хорошо, Елена. Мы вернули вам 27% украденной души. Идем дальше. Дай команду Скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Так, перед тем, как я отрублю каналы, сделаем следующее. У нее находится в квартире платы репт гуманоида. Это очень опасные артефакты. Выстраивается прямой канал сейчас в квартиру, где живет Елена. Ставлю тебе монитор. И посмотри на эти платы, где они находятся. Потолок, комната. Силой моего намерения я срываю все эти платы. И эти платы по каналу летят в клетку-тюрьму, в отдельную клетку. Да, будет так это есть. До 100%. В клетке? Да. Отлично. И помогаемой энергии жить все каналы. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печат и растворяя. Демон, у тебя сейчас нет основания находиться в этой квартире. Порталы там, правда, еще открыты. У нас нет сегодня цели чистить эту квартиру. Я тебе рекомендую уйти добровольно из этой квартиры, забрав все свои артефакты. Потому что если придет заказ, через 10 минут я тебя вытащу. Если я тебя вытащу, тогда уже будет совсем другой разговор. У тебя нет контракта. Понимаешь? А может она меня опять позовет? Она может тебя и не позвать. Я знаю, ты будешь делать подходы после аннулирования контракта. И я об этом говорю Елене. Елена, контролируйте свои мысли и сделайте выводы из этого контракта. Демон будет давить на вас. Будет посылать вам эти энергии. Я вам очень рекомендую закрыть эти порталы в вашей квартире, чтобы не было такой возможности. Но она сейчас на настоящий момент не исключена. Квартира не чищена. Это я говорю для Елен. То, что демон должен был услышать, он услышал. Хорошо. Больше у меня вопросов никому нет. Лизард, ты готова уходить? Готов. Лизард, ты больше никогда не придешь в это биополе. Если придешь, уже никуда не уйдешь. Все понятно? Показывает ее, что она как градусник. У нее то плохое настроение, а то хорошее. Это в ее интересах контролировать свое настроение. Он не придет. Он не придет, но может прийти другой Лизард. Я это просто хотел объяснить. Человек должен после сеанса начинать контролировать и начать новую жизнь. Если он придет на эту же подключку, на эту чистоту, мне нечего будет сказать Лизарду. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Он забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, демон. Ты готов уходить? Готово. Открывается мне за портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствуйте. У меня здесь гуманоид Ута. 13 лет установил конструкцию на голову. Мы вернули сколько? 10% души. По-моему, 7% души находилось в копии, которую он продал ящерам. 27% вернули. 27% вернули, да. Но если все вернули, забирай его. Благодарю. Тебе нужны его конструкции? Под конструкцией открывается воронка в галактическое ядро, и этот обруч и конструкция уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово, и вас забрали. Отлично. Поехали дальше. Эмоциональная. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Елена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Намного лучше чувствую. Чувствую руки, ноги и голову. Могу шевелиться. И энергии мягче наполняют меня. Хорошо. Прислушайтесь ко всему, что было сказано в этом сеансе. Намного важнее понять причины, чтобы такого больше не повторять, не наступать на одни и те же грабли. Вам придется измениться. Или опять существует вероятность того, что все эти сущности, не эти, конечно, а другие, придут в ваше биополе. Если вы этого не хотите, вам надо интересоваться этой темой, как себя чистить. Защиту мы вам поставили. Вам надо ставить меркабу. Вам надо выдавливать негатив, как мы показывали в этом сеансе. Вы можете сбрасывать его в галактическое ядро. И каждый день вам нужно заправляться энергиями. И поднимать вибрации до уровня, который мы сегодня показали в этом сеансе. 380% и 24 Гц. Кроме того, это важно все визуализировать. Только после этого вы будете защищены. Обратите внимание, что ваша квартира не защищена. Там существуют порталы и еще какие-то артефакты демона. Он рядом ходит пока. Поэтому меняйте свои мысли, чтобы не случилось во сне новые подключки. А сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Елены в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и звелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин